Здесь ещё предстоит сделать генеральную уборку и оснастить кабинеты медицинским оборудованием. Но это всё мелочи. Самое главное, жители села Чеботаевка дождались новый фельдшерско-акушерский пункт. В нём они смогут получить необходимое лечение и первичную диагностику. Раньше для этого приходилось ехать 60 километров до районной больницы или до участковой в Острадамовку. Была и другая альтернатива – старый медпункт. Им заведовала Наталья Козлова. Конечно, обрадовались. Ждём все с нетерпением открытия нового ПАПа. Красивого, очень комфортабельного, удобно всё будет. У меня там в старом не было воды. Здесь всё есть. Цена комфорта – 10 миллионов рублей. Зато теперь на своих местах все переменные хороших условий работы. Пластиковые окна, новые коммуникации, плитка и дальше по списку. Само здание просторное. Есть кабинет для приёма пациентов. Процедурная комната для хранения медикаментов. Вот мы сейчас ходили, всё проверяли. Газ подключили, вода есть, свет есть. Вот сейчас идут работы по благоустройству придворовой территории. Наталья Козлова сама сможет выбрать, как её благоустроить. А именно, какие посадить цветы, кусты, деревья. Официальное открытие запланировано на август. Не отставать от сроков и сделать медицину в сельском местности доступной помог нацпроект здравоохранения. По нему в области за минувший год построили 14 ФАПов. В этом список пополнят ещё шесть. Они займут свои законные места в Индинском, Корсунском, Меликесском и Новоспасском районах. Александра Никитина, Сергей Кудаков, Управда ТВ.